Включил запись, окей. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, я Лео Ливенштейн. Мы продолжаем наш замечательный курс, в котором мы разбираем текст Торы и текст молитв с точки зрения грамматики иврита. В прошлый раз, поскольку в недельной главе, которая читалась в Израиле в прошлую субботу, были слова, которые составляют третью часть молитвы Шма, Парашат и Цицит. Мы ее разобрали, разобрали с точки зрения вот какой. Вот вы, с одной стороны, знаете содержание этой молитвы, знаете, о чем там говорится, да? Знаете, примерно текст на русском языке. С другой стороны, вы видите слова, и многие из этих слов могут быть вами узнаны. Понятно, что Цицит – это Цицит, да? А вот, например, что «ур» и «тем» происходят от слова «роэ» – «видеть», да? И увидите их. Когда человек на полных порах проскакивает этот текст и больше думает о том, как правильно прочитать или как успеть за, скажем, кагалом, за молящимися в синагодии, да, он может не обратить на это внимание. Другому, пацан, делайте. А, ведь действительно, я же знаю это слово. Я его понимаю. Как это я не догадался? Что вот именно здесь оно означает то же самое. Часть урока прошлого мы посвятили этому. И в начале урока я немножко поделился своим богатым жизненным опытом. Я рассказал, что в далекой юности, когда я был чорен и кудряв, я поставил себе задачу каждую субботу читать недельную главу. Сначала я читал фразу по-русски «потом на иврите» и отмечал какие-то слова, которые я узнаю. На следующий год я делал наоборот. Я читал фразу на иврите, потом читал ее по-русски и понимал, что вот это и это и это я понял. Вот сегодня на примере недельной главы Корах, точнее, начало этой недельной главы, вот первый параграф, 16-й параграф книги Бамидбар, мы с вами будем действовать именно так. Собственно, урок называется «Корах читаем без словаря». Тем не менее, словарь тоже есть, словарь я составил. Так, я открываю текст, но вы его не видите, да? Сейчас я включу демонстрацию текста. Так, вот вам демонстрация текста. Скажите, вот я себя вижу в уголке, вы тоже видите, да? Да, мы видим, Корах читаем без словаря, да. Ага, Корах читаем без словаря, вот, и в углу мою говорящую голову вы видите? Да. Прекрасно, это я к тому, что мы договорились. Когда я задаю вопрос, да, я поднимаю так вот пальчик, это значит пауза, пауза, и я жду ответа от вас. Вас сегодня не так уж много, вот, я прошу Натана тоже участвовать, вот, но прошу Натана, ladies first. Да, помалкивать. Ну да, да, да. Ну не то, чтобы совсем, да, но если другие не отвечают, то он предоставляется Натану. Окей. Не в том, что я его дискриминирую, да? Ну я, да, да. Ты меня инкриминируешь просто. Да. Вот, значит, ребята, мы разбираем текст. Я считаю, что вот те слова, которые я совсем не видел, не выделил, вы видите, да, выделение, да, это слова, которые вам априорно известны. Слова, которые я выделил желтым, на мой взгляд, но вы меня, конечно, подкредитируете, да, вы можете немножечко подумать, проанализировать, да, разобрать по полочкам. И без словаря, и, соответственно, без перевода, не заглядывая в русский перевод текста, понять, что это слово здесь означает и почему оно стоит в такой или другой форме. Но есть некоторые слова, которые не очень понятны, либо, значит, они редкие, либо они не встречались нам раньше. Вот, и, может быть, из контекста они и непонятны. Вот их я на сей раз выделю в зеленом. Понятно, о чем идет речь. Давайте попробуем. Вот первая фраза. Мы начинаем разбирать текст. Вайках, корах, бен и цигар, бен кэгат, бен леви. Ну, здесь нам важно только вот слово вайках. Что означает вайках? Пожалуйста. Так, ученики не дают ответа, Натан тоже не дает ответа. Нет, я могу сказать, вайках вообще по-простому это взял, но как бы более правильный перевод принял, принял как бы сторону, занял позицию. Ну, ребята, мы сейчас занимаемся дословным переводом. Ну, как, взял, корень и взял. Ну, вот я тоже подумала, что взял, но там как-то, получается, что-то по смыслу-то это совсем не подходит. Анна, не стесняйтесь, во-первых, во-вторых, я ожидаю от вас именно прямой смысл, то есть вы узнали слово, вы его сказали. Если по какой-то причине лучше другой перевод, не буквальный, вот, и я это могу сказать, и Натан, как я вижу, может это сказать. Вот, слово лаках, корень, ламет, кувхет, ламет первый, иногда выпадает, получается, вайках и взял. Дальше идут имена. Корах, сын Ицгара, сына Кегата, сына Леви. Дальше идут опять имена. Ведатан, вэавирам. Бней, Элиав, сыновья Элиава. Вэон, в данном случае он, это тоже имя собственное. Бен, Пелет, сын Пелета. Бней, Реувен, сыновья Реувена. Дальше. Ваякуму. Вот это слово у меня выделено желтым, что это значит. Давайте подумаем. Оно, может быть, не сразу понятно, но мы его поймем. Но кум, а ну кум это вообще встать или стоять, что-то типа того. Правильно, правильно. Ваякуму и предстали. И встали, в смысле и предстали. Спасибо. Лифней Моше перед Моисеем. Ва Анашим, мибней Исраэль. И люди из сынов Израиля. Ха Мишим Уматаим. У нас с вами было пару уроков по числительным. Что это Ха Мишим Уматаим? Пятьдесят и две сотни, получается. Пятьдесят и две сотни, верно. Дальше. Наси Эй Эда. Что такое Наси? Наси, это как князь, ну, правильно, князь, да, в Торе, получается. Наси Эй, это множественное число в Смехуте. Князья, то есть уважаемые люди. Эда, это, помните? Общество, как Кааль. Уважаемые в обществе люди. Дальше. Кри Эй Моэд. Но слово Моэд, как в Оэль Моэд, в данном случае означает не только период какой-то, какая-то дата, например, праздник, да, а... Как это называется? Даже не помню, слушайте. Но нам важно сейчас вот это вот слово. Кри Эй. Слово Коре. Коре, Кур, Рейш, Алеф, означает... То ли позвал, то ли вас позват, то ли вас звать. Что-то типа как в экран, наверное, да? Да. Кри Эй, как Кру Эй, то есть призываемые обществом. Вот так. То есть это люди, которых созывают, которых призывают, когда нужно принять какое-то решение, да? Аншей, Шем. Аншей, как Анашим, люди. Шем – это имя. Что получилось? Как мы переведем вот это выражение? Я предлагаю люди именитые, люди, имеющие имя. Так? Имя, которое все знают. То есть, ну, у каждого человека есть имя. Здесь, в данном случае, имя, как в местах, да. Да, да, да. Люди... Шем, да. Если я скажу, например... Именитые, да, именитые. Вот именитые по-русски. Да, да, да. Люди достаточно... Да. Достаточно назвать имя, и все будут знать, кто это. Да, Игорь, прошу вас. Прошу. Имеете право включить микрофон и задать вопрос. Прошу прощения. Я, наверное, здесь не совсем уместно. Я даже читать не умею. Понятно, Игорь. Смотрите, мы начали курс параллельно, с одной стороны, люди, которые могут читать и понимают какие-то слова. С другой стороны, вот, это люди, которые не знают букв. Я думаю, что вы догоните. Если вам помогут наши первые уроки, милости просим. Если вы хотите побыстрее догнать, мы можем с вами, скажем, вне нашего курса, чтобы время общее не терять, немножко позаниматься. Я думаю, что вот послушайте, и, на мой взгляд, какая-то польза будет. Отлично, большое спасибо, Рав. Давайте сделаем так, Игорь. Вы можете открыть параллельный перевод. Я скажу вам, где мы читаем. Это 16 глава книги «Бамидбар в пустыне». По-русски, как это называется? Числа. Вот, мы сейчас прочитали первую фразу, вот вторая фраза. Да, прошу вас. Так, продолжаем. Вот третья фраза. Кто догадается, что значит это слово? Ну, от слова «собрание», как «кагал». От слова «кагаль» или «кагила». И собрали. Аль-Мошен, на Моисея буквально. Ве-Аля-Арон и на Аарона. Ва-Ёмру, а-Лей-Геми сказали им. Вот здесь замечательное слово «Араф», да? Которое значит, конечно же, и «Араф», да? Уважаемый человек, учитель. И еще что оно означает? Какое-то множество, когда много чего-то. Много, да, большой, великий, да? Слово «гарбе» в современном иврите, которое используется, «много чего-то», тоже от этого корня. Га-р-бе, р-б, да? Вот, а что оно означает здесь? «Рав-ла-хэм» – много к вам, много для вас. «Ки-кол-ха-эда» – ибо все сообщество. «Кулам» – все они, к-до-шим. Так, я ожидаю, что Станислав нам переведет это слово, да? Я прошу прощения, я тоже плаваю в иврите. Не расслышал? Я прошу прощения, я тоже в иврите, не силен, потому что плаваю. Но я пока спрошу вас слово «к-до-шим». Как вы переведете? «К-до-шим» – выделенные или отделенные. Отделенные. Отделенные святостью, совершенно верно, да. Отделенные или наделенные святостью, да. Все мы люди святые. Вот теперь догадайтесь, что значит это слово «рав» в данном случае. Много для вас, потому что все общество – люди святые. Как это можно перевести по-другому? Много, может быть, иметь в виду, что многого вы на себя берете. Может быть, вы не по праву занимаете, ну, если по смыслу, не по праву занимаете главенствующее положение в народе. Верно. Мы все, мы же все не хуже вас, мы тоже люди святые. Спасибо, Анна, замечательное объяснение. Смысл понятен, да? А если мы посмотрим в перевод, я надеюсь, что Игорь у нас, если сейчас еще не открыл, то вскоре откроет, да, что он увидит в переводе? Хватит. Да, просто открыть мне даже нечего. Ага, давайте сделаем так, я пошлю вам ссылочку, вы ее откроете и будете ею пользоваться. Спасибо, Бедрак. Вы, главное, не тесняетесь, я не страшный. Я, так, так, так. У нас, у нас, у нас, две минуты только, у нас вот есть же, были уроки, где-то, может быть, 20 уроков назад, есть, были уроки, где буквы именно мы разбирали, вот если поискать предыдущие, там у нас были именно буквы, для тех, кто совсем начинающий. Да, я советую вам к этому подойти. Так, сейчас я ставлю вам на чат. Я немножечко могу быть не в курсе. Вы из чата с... Да, вы можете выйти на ссылку. Так, и вы вот по этой ссылке открываете книгу Бемидбар, недельная глава называется Корах, или Койрах, и вот там с самого начала идет параграф номер 16. Так, получили чат, да? Я надеюсь. Хорошо. Так, продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Так. Полно вам, сыновья... Ну да, полно вам, ибо все сообщество, все святые. Дальше, следующее слово. Увтохам. Увтохам. Кто угадает, что здесь за корень такой? А это не тоже корень, как в этом бетахон, типа уверенность? Нет, нет, нет. А, нет, там хэ, там хэ. Нет, там тет. А, да. Там и хэ, там и тет, да, там по-другому. Это слово бетох. Бетох – это внутри, в среде. Они немца бетох анашимы. Я среди людей, да? Увтохам. И в среди их. Так. Для этого надо чуть-чуть знать грамматику. Местоименные суффиксы. Увтохам ашем. Вот это имя Всевышнего. Четыре эти буквы. Да. Мы будем читать это как ашем. То есть имя, имеется в виду имя Бога. Так. И среди них Бог. Умадуа. Вот это слово. Считайте сейчас немножко литературным. Если хотите, посмотрите вот в словаре, который я составил, да, который я поставил, как, собственно, и сам вот этот файл на нашу, в нашей группе в Телеграме. Но я просто скажу вам, слово «мадуа» означает «почему». В современном иврите оно используется наравне с «лама», но по сути это немножко разные значения. «Лама» это буквально «ле-ма», то есть для чего, с какой целью. А «мадуа» это скорее по какой причине. У-мадуа, тит-на-с-у. Вот это слово, если вы знаете, как переводится, скажите. Не знаете. Тогда другой вопрос. Оно однокоренное с одним из слов, которое мы разбирали. Найдите. А, ну слово «носи», «носи» получается, да? Точно, Анна, спасибо. Игорь, посмотрите, пожалуйста. Вы можете не знать, как буквы называются. Но вы попробуйте сравнить рисунок вот этот и вот этот. Вам видно, что я выделяю, да? Да, да. Дальше вот эта буква, да, и вот эта буква. И даже еще перед этим вот эта буква, вот и вот эта буква, да. По сути вот этот вот кусок, вот эти три. Это одно слово. Сравните по картинке, да. Это корень, это корень. Тут отличаются, не обращайте внимания на точки, да, точки это огласовки. Вот. И на такие мелочи, как вот, например, вот эта буква посередине. Так? Но по сути это, да, это однокоренное слово. Что такое «носи»? Это князь. А что такое «тит насу»? Это «возноситесь». Превозносите себя. Поднимаете себя, наделяете себя какой-то большой важностью. «Умадуа тит насуй». Почему вы будете возноситься? «Аль» на «кэгаль» – сообщество. И вот, Игорь, посмотрите, это слово и вот это слово. Раз я вам сказал, что это имя Всевышнего, здесь оно же. «Почему вы возноситесь над обществом Бога?» Видно, да? Так. Продолжаем. «Ва-иш-мамуше». Все понятно. И услышал Моисей. «Ва-и-поль». Анна, знаешь, что это, да? «Нафаль» – упал. «Аль» – панав – на лицо его. «Ва-идабер» – и говорил «эль-корах» – к кораху. «Вэ-эль-коль-адато» – вот слово «эда» – сообщество. «Адато» – общество его. И ко всему обществу его, то есть кораха, леймор, говоря «бокер» – морган. Что такое морган? Утро, утро, утро. Утро, да. Ну, я почему-то говорю, что в идише слово «морган» еще означает «это будет завтра». И вот здесь «бокер» именно в этом значении. Не просто «утро», а буквально «завтра с утра». «Ва-йо-да» – я выделю это слово, потому что, может быть, на слух, оно немножко не похоже на то слово, которое мы знаем. А вот если вы посмотрите на его рисунок, то есть на буквы, да, вы поймете, что это слово какое? «Йодэя» – знает. «Ва-йо-да» – да? Это будущее время. «Гашем» – Всевышний. И что же это должно значить? И узнает Бог? Ну, Бог знает все заранее, да? Посмотрите внимательно. Даже если вы не знаете грамматику, да, наверное, смысл будет не в том, что Бог что-то узнает, да, а что Бог даст знать нам. Да? Можно догадаться? Или это я преувеличиваю интуицию? Я догадалась, но ребятам тебе тяжело, когда ребятам, кажется, тяжело. Не, ну, конечно, для этого надо знать, я рассчитываю на, ну, пусть даже не практическое, но теоретическое знание грамматики иврита, да? В иврите, значит, один и тот же корень в двух формах, в двух разных беньянах. В одном он имеет простое значение, а в другом – каузативное. Например, слово «писать» в простом значении – это, значит, он написал, а вот в каузативном значении – это он сделал так, что кто-то написал. То есть он заставил написать, он продиктовал, да? Вот и здесь также он даст знать, он сообщит, да? И сообщит Всевышний. Это ашер ло. Так? Тут тоже нужна определенная фантазия, чтобы понять. Эт, в общем, это образует винительный падеж, ашер который. Ло, в данном случае, его. То есть Бог даст понять, кто именно его, да? Кто ему принадлежит, кто ему близок. Ве-эт, га-кадош. И цветой. Ве-ги-кадош. Так, понятно? Понятно, о чем речь, да? Я надеюсь, Игорь открыл, нашел это место, да? Да, да, я параллельно свяжу. Прекрасно. Тогда вы нам поможете, скажите нам, это что получается? Это пятая фраза. И говорил к Короху и всему сообществу, говоря «утро» и даст знать Всевышний. Примерно так, да? А как дальше? В переводе вы можете посмотреть, нет? Мне приходится выключать экран. Сейчас я со звуком выключу. Одну секунду. Напрягаю вас, извините. Сейчас, сейчас. Одну секунду. Пятая фраза. Кто есть его и кто свят, и его приблизит к себе. О, спасибо, Игорь. Спасибо. То есть, кто есть его, вот оно. Так я примерно перевел. Ве-эт, га-кадош. И кто свят. Да, точно. Ве-э-криф. И приблизит, да? Есть слово коров. Коров близкий, да? Ги-криф – это сделать близким. И приблизит. Э-лав к нему, то есть к себе. Ве-эт, а-шер, ги-в-хар. Ги-в-хар. Давайте посмотрим, что это. Сообразим? Это выбирать, нет? Это выбирать, точно. Корень этот. А форма? А форма будущего времени. Будущего времени. А, изберет, ну, как бы, изберет, выберет, получается. Ну, будущее время, да. Будущее время, да. Значит, поскольку нет буквы «вам», ничего его не переворачивает, глагол стоит в будущем времени, значит, он переводится в будущем времени. И-в-хар, он изберет. И-в-хар-бо. Ну, в иврите вот такая форма используется. Выберет его, выберет кого. То есть, Всевышний даст знать, кого он выберет. Я-к-рив приблизит э-ла-в к себе. То есть, кого он изберет, того он и приблизит к себе. Фраза номер шесть. Зот-асу. Зот-эта. Эта. В женском роде. Да? То есть, сделайте это. Вот что вы сделаете. Кэху возьмите. Лахэм к себе. Махтот. Ребята, я вам сознаюсь честно. Это слово я встречал несколько раз. И я знаю, что оно означает. И даже я знаю несколько переводов. И знаю примерно, о чем идет речь. Это что-то наподобие курительного совка. То есть, что-то типа ложки, такой не очень глубокой. С длинной ручкой. В эту ложку кладутся раскаленные угли. На них сверху кладутся вещества, которые клеют и дают ароматный дым. Может быть, перевод правильный совок для воскурений. Может быть, слово совок. Но я не встречал это слово в единственном числе. А вот словарь, словарь, который я вам поставил, дает вот такое значение. Кстати говоря, я вам не поставил эти слова на чат. Я сейчас это сделаю. Вот так, Ctrl-C. Сейчас, минуточку, где же вам бот-чат? Ctrl-V. Вот, посмотрите. Вот здесь те слова, которые мы разобрали. И те, которые в скорости разберем. Так, о каком слове я сейчас веду речь? Я уже и забыл. Вот это зеленое. Махатод, да? Что дает Махатод? Посмотрите. Значит, единственное число, оказывается, Махатта. Махта. И слово это женского рода. Так. Совок для углей. Ну, здесь словарь, который не рассчитан конкретно на библейскую лексику, он добавляет в скобках для камина. Но мы знаем, что, в общем, предназначение здесь несколько иное. Так. Махатта, оказывается, да? Корах, вы коль ады то, Корах и все его сообщество. Утну и дайте, ба ген в них, эш, огонь. Вы симу и положите, алей ген на них. Слово алей ген имеет окончание нун, женского рода, потому что слово махатод, тоже женского рода. А вот теперь слово кторет. Если не знать его перевода, да, будет непонятно, что это такое. А что дает нам перевод? Давайте я покажу вам. Я покажу вам непосредственно словарь. Словарь. Вот он. Так. Кторет. Вот оно, это слово. Да? Что такое кторет? Здесь простой перевод, подходящий. Фимеям, ладан. Но, собственно, очень близко к тому, что я объяснил. Правильно? Так. Вернемся теперь к нашему тексту. Так. Лифней Гошем, пред Всевышним, пред Богом. Махар. Что такое махар? Я... Завтра, наверное. Завтра, завтра. Правильно, да, 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 да. Ну, смотрите, ребята, я иногда... Я могу ошибаться, то есть я могу считать, что слово вы знаете, потому что у меня оно на слуху, а вы его можете и не знать. Не стесняйтесь поднять руку, вот, или вставить вопрос. Вегая и будет. Гаиш, человек. Ашер, который, Евхар, изберет. Ашем, Бог. Гу Акадош. Он святой. И снова вот это вот слово, которое мы только что выделяли. Рав Лахем. То есть буквально полно вам, много вам, немного ли вам. Бней Леви. Сыновья Леви. Я надеюсь, что ребята, пришедшие к нам, знают, что левиты, да, имели уже к тому времени особое назначение, да. Чем они занимались? Помогали при священодействии, при служении в храме, да. И вот эти товарищи были левиты, и тут они замахнулись еще и на кегуна, то есть на функции, которые исполняли коэны, да. Ва Йомер Моше Эль Корах и сказал Моисею Кораху. Шима У на. Шима У. Мы увидим здесь корень Шма, да. Шма это буквально. Послушай, послушайте. Да. Во множественном числе, поэтому У добавляется в конце. Так. А что значит На? Пожалуйста. Будьте добры, пожалуйста. В чем есть, может быть, это вот На, может быть, Ана. Пишется Алиф, Нун Алиф. Так. Бнэй Леви. Послушайте, пожалуйста. То есть это подчеркивает мягкое отношение. Обращение Моисея вот к этим сыновьям левитов. Бнэй Леви. Ха меат микем. А вот что такое меат? Немного, нет? Мало, действительно. Да. Разве мало ми кем, буквально от вас. Разве для вас мы переведем так. Мало ки гивдиль. Гивдиль. Мы знаем слово Гавдала, да. Отделение. Те, кто присутствовал на еврейской субботе, да. Знаешь, что слово Гавдала называется ритуал отделения. Отделение субботы от будничных дней. В конце субботы, да. Гивдиль это отделил. Элогей Исраэль, бог Израиля, эт хэм. Кого? Вас. Ме адат Исраэль из всего общества Израиля. Легакрив, чтобы приносить, эт хэм. А, извините, легакрив. Значит, смотрите, я не ошибся. Легакрив буквально означает приблизить. Но очень часто, значит, это слово относится к корбонот, то есть жертвоприношении. Легакрив, корбонот. Но в данном случае прямое значение. Легакрив приблизить, эт хэм, вас, эй лавг, к нему, к себе. Ла авод, чтобы работать, чтобы исполнять службу. Эт аводат мешкан. Службу мешкана, что называлось мешканом по-русски, это, кто знает? Ну, скиния, ну, скиния. Скиния, да, это то же самое слово. Вот, мешкан скиния. Что такое скиния в русском языке? Это неизвестно, это заимствованное слово. Гебраизм. Мешкан хашем, то есть святилище Всевышнего, да? Переносной храм назывался так, мешкан скиния. Вела мод и стоять лифней гайда пред обществом. Ле шартам. Это слово, наверное, из контекста не будет понятно, поэтому посмотрим словарь. Что дает словарь? Посмотрите чат. Ле шарет служить, прислуживать, да? Ле шартам служить им, да? Отсюда слово щерут. Например, словом «шерут» называется маршрутное такси, то есть удобство. Или «шерутим» – удобство в прямом смысле, как это мы понимаем по-русски. То есть туалет и ванное, да? Могу на эту тему… Конкретно туалет, да? Да, слегка. Могу на эту тему сказать. Самое первое время пребывания в Израиле. Нас сердико поразило. Потому что в организации, в которой мы все принимали участие, называется «Маханай», мы там подавали прошение о помощи Министерства религии. У него был один отдел, который занимался, назывался «шерутим» руханеем. И как это перевести на русский язык, совершенно непонятно на самом деле. Ну да, мы привыкли к значению слова «шерутим» как удобство. Ну да, но поскольку… Верно, верно. «Вая крэйв» и приблизил отха тебя, «Веэтколь ахэхэй всех братьев твоих, бней леви, сыновей лева, леви, и так с тобою, увикаштэм». Попробуйте догадаться, это несложно. Если вы знаете корень… А, про «си», может быть, не ваката, про просьба слова, нет? Да, верно, верно, спасибо, Анна. Наверное, многим известно на слуху слово «бэвакаша». «Бэвакаша» – это просьба. «Бэвакаша» – это «пожалуйста». То есть это слово добавляется в конце определенной просьбы. Увикаштэм и просили вы «гам кэгуна». Вот, попробуйте это слово отгадать. Ну, коэн, ну, тот же коэн. Логика, да. Коэн – это «священнослужитель», кэгуна – это «священнослужение». «Лахэн» – поэтому. Так, но это слово можете не знать. «Атэм» – извините, «ата» – «веколь адатха» – «ты и все твое сообщество». «Га-но-адим». Но здесь нам понадобится словарь, и словарь дает значение какое. «Гу-ад» был предназначен, «но-ад» – «совещаться». Так? В данном случае предстоите, да? «Но-адим». Извините, «Аль-Хашем». Может быть, Игорь нам поможет, да? Если он видит в одиннадцатой фразе. «Поэтому ты и все твое общество» «Га-но-адим аль-Хашем». Как это там переведено? «Поэтому ты и вся твоя община, собравшиеся против Господа». А, собравшиеся. А Аарон, что он, чтобы вам поднимать на него ропот. Понятно, спасибо, верно. Значит, «но-адим» в данном случае собравшиеся. Ну, впрочем, можно понять и так, да? «Аль-Хашем», то есть буквально «на Бога», то есть против него. «Ве-Арон-Магу», буквально «Арон», что он. «Ки-Талину», вот это слово, однокоренное со словом «тулуна», «жалоба», да? «Митлонен», «жалуется». Соответственно, «Талину», «жалуетесь», да? «Аллав на него», да? Так? Вроде бы так. «Ва-ишлах Моше», «и послал Моше». «Ликро» позвать, «Ле-Датан», «Ве-Ла-Аверам». «Датана» и «Аверама», «послать за ними», «Бней Элиав», «за сыновьями Элиава», «Ва-Юмру». И сказали, имеется в виду, что они сказали, «Ло-На-Але». «На-Але», от слова «Оле» подниматься, мы не поднимемся, то есть мы не придем. «Га-Ме-Ат», «Ме-Ат» – это снова слово, которое нам попадалось, «мало». «Ки» – что в данном случае? «Ге-Э-Ли-Тану». Попробуйте догадаться, что это. Посмотрите, вот этот корень, да? Ну, правда, я показываю вам только две буквы от корня. Вот здесь он целиком, вот, вот, вот эти три буквы, да? «Подниматься», как «подниматься» тоже, тоже. «Подниматься», но поскольку вот это «Гей» в начале, это «каузатив», то есть ты поднял «Ге-Э-Ли-Тану», в данном случае «Ну» – это вторичный суффикс «Нас», что ты поднял «Нас» «Ме-Эрец» из земли, из страны. «Зават халав удваш», так? «Халав молоко», «дваш мед». А что такое «Зават»? «Текущим молоком и медом». Так, истекающие, верно, совершенно верно, молоком и медом, да? Я несколько лет подряд читал Тору, и только потом обратил, и не сразу обратил внимание, что есть такое слово «зават». Это как название некоторой болезни, когда человек истекает слизью. Так вот, это слово однокоренное, «зават» – это текущее, действительно истекающее. Из земли, текущее молоком и медом. Так, эти люди, вот этот эпитет, который Тойра применяет в Святой Земле, да? Они этот эпитет применяют к чему? К Египту. То есть, мало тебе, что ты вывел нас из страны, текущим молоком и медом, так они называют, Египет. Ла-га-ми-тей-но, ла-га-ми-тей-но, вот это вот «га», тоже каузатив образует, да? А корень, вот он, попробуйте догадаться, он не очень хорошо тут виден. А чтобы умереть, наверное, нет, чтобы мы здесь умерли. Значит, умер – это мет, инфинитив умереть, ла-мут, смерть, существительное мавет, то есть средняя буква вав, она часто выпадает, да? Мет – это умер, гэ-мит – это умертвил, ла-га-ми-тей-ну, умертвить нас, ба-ми-тбар – в пустыне, так? Ки-ти-с-тар-эр, вот это слово тоже непонятно, но если мы посмотрим его в словаре, мы поймем корень, какой здесь корень? Сар-ар. Лу-с-тар-эр, да? Сар-ар, и мы знаем его по корню сар. Сар – это министр, и отсюда же самое имя Сара, что означает госпожа, да? Да. Сор-эр – это править, управлять, алей-ну, нами, над нами. Гам-гис-тар-эр – тот же самый корень, вот это слово и это слово. Тот, кто даже букв не знает, видит, что рисунок здесь очень-очень похожий, правда? Да, однозначно. Вот, это эй, а это тав, поэтому здесь тис-тар-эр, а здесь рис-тар-эр. Так? Замечательно. Аф. Слово аф имеет, ну, во-первых, это амоним, есть слово аф, которое означает, что? Нос, да? И есть слово аф, которое означает, которое означает слово гнев, да? Вехара аф ашем, это из Шма-Исраэль, да? Возгорит огне Всевышнего, так? И есть еще слово аф в этом значении вот здесь, как, например, афилу. Слово аф, что нам даст словарь? Даже, даже, так же, даже, а также и ни. Аф-Ло эль-Эрец зават хлафудваш. Даже если не в страну, текущую молоком и медом. Геви-О-Тану. Геви – это привести. Геви-О-Тану. Нас. Привел нас. Ну, перевод, наверное, нам понадобится зачитать целиком. Я попрошу, когда мы дойдем до конца, Игоря прочитать, ну, по крайней мере, с тринадцатой фразой по тринадцатую и четырнадцатую. Но мы пока разбираем. Геви-О-Тану привел нас. Ват-И-Тен-Лану и даст нам нахалат. Что такое нахала? Кто-то знает? Абли-Мья-Мья-Мья-Наст и удел. Нахала – это наследный удел. То есть земля, которая передается по наследству. Саде – это поле. Ва-Харем – керем. Это виноградник. Да? Это мы посмотрим в словаре. Ге-Га-Эйней – от слова айн. Айн – глаз. Эйней – глаза. Га-Анашим – людей. Га-Гем. Этих. Тен-Акер. Что слово тен-Акер означает «выколеш», «удалиш», я знал. Но, заглянувши в словарь, я обнаружил, что я знаю еще одно слово от этого корня. Мен-Акер. Кто называется Мен-Акер? Мен-Акер – тот, кто клюет носом. Серьезно? Ну, конечно. Мата-Мен-Акер. Мен-Акер клюет носом. Но это уже вторично. Слово Мен-Акер – это еврейская специальность. Мен-Акер – это тот, кто удаляет из туши, допустим, коровы, те жилы, которые не должны попасть в пищу. Отсюда фамилия Мен-Акер. Чья эта фамилия, знаете? Это был отец Андрея Миронова. Совершенно верно. Но он, правда, был уже крещенным евреем. Но Мен-Акер – это специальность. А почему клевать носом это называется Мен-Акер? Потому что при работе своей Мен-Акер склоняется к этой туши, как будто клюет ее носом. Склоняется очень близко, чтобы увидеть всю эту живу. Довольно ответственная и кропотливая работа. Мне кажется, что тут это близко где-то еще к Макор. Макор – это клюв. Макор – это клюв. Совершенно верно. Есть Макор как основа корень. Есть Макор – клюв. Да, наверное, это значение близко. Верно. Верно, согласен. Но я, правда, не знаю, это не новояз ли образованный Бен-Юудой и его учениками. Вполне возможно, что… В смысле Макор? Ну, не знаю, про птиц и орнитология сто процентов говорят, что это Макор. Это да, это да, но с какой… Это мы можем, конечно, выяснить, но не обещаю вам. Я, скорее всего, поленюсь или забуду. Но мы накеркливать носом – это сто процентов. Ну да, понятно, понятно. Ну да. Я тоже должен это знать как учитель, но я забыл. Окей. Так? Лонале – мы не поднимемся. Вот мы разобрали многие слова, но поскольку их было много, то я боюсь, что за деревьями мы не увидим леса. Поэтому попрошу вот тринадцатую фразу и четырнадцатую, да, прочитать мне подряд. Что же они сказали, эти товарищи? Одну секундочку. Да. Мало ли, что ты вывел нас из земли, текущим молоком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне, и ты еще своевольно властвовать будешь над нами. Не на землю, текущую молоком и медом, ты привел нас. Где ты дал бы нам во владение поле и виноградник? Разве глаза тем людям выколешь, не взойдем? Вот видите, более-менее точно, да? То есть перевод, конечно, Игорь нам прочитал художественный, да, а я дал перевод дословный. Ну, в общем, понятно, понятен смысл, да? Так, дорогие ребята, мы занимаемся с вами, мы учимся, 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 да? У нас осталось примерно четверть часа. Скажите, то, что я сейчас делаю, это полезно? Мне да. По мне очень здорово. Да, наконец-то! Ну, слава богу. Темп я даю достаточно быстрый или достаточно медленный? По-моему, нормально. По-моему, все аллегры вполне нормально. На сей раз я угадал. Теперь у меня вопрос, ну, например, к Игорю. Ну, скажите, вот лично для вас, поскольку вы не знаете букв и не понимаете слов, что-то дает мое объяснение? Да, конечно. Во-первых, я начинаю видеть слова. Теперь у вас будет интересная возможность. На последующие лекции вы можете прийти? Да, я буду планировать. Буду рад, буду рад. Ну, как вам уже сказали, вы посмотрите в архиве, может быть, даже первые лекции, вот там, где я разбираю буквы и огласовки, это вы посмотрите. Это вам помогает. Извините, а архивы я где могу? Я вам пришлю. Или напомните мне в Телеграме, я вам все пришлю. Да, да, да. Спасибо, Натан. Я буду рад. Спасибо. Ну, что же, ребята, мы действительно неплохо движемся. Все, я вот выбрал этот отрывок, вот, думая, что, может быть, мы его пройдем, еще время останется, чем его занять. Но я вижу, что мы как раз к концу подойдем. Продолжаем. Тетвав – это пятнадцатая фраза. Ваихар. Ну, кто мне подскажет слово однокоренное? Например, из молитвы Шмав. Там есть такое выражение. Вехара Аф Ашем. «И возгорелся гнев Всевышнего». Бело Яир Коль Хамато. Бело Яир Коль Хамато. Ваир Коль Хамато, совершенно верно, да. Тоже в молитву это входит, да. «Ла Моше. И стало досадно Моисею, стало обидно Моисею. Меод очень». Ну, кстати, я давал мнемонику. Как запомнить слово «меод очень»? Мед очень сладкий. «Очень, Меод». Вайомер и сказал «Эль Хашем». «К Богу». «Аль Тефен Эль Мин Хатам». «Тефен», да, что это? Это обратительство. «Я отловлю их нот». Да, не обращайся. Да, не обращайся. И однокоренное, кстати, слово «паним» – лицо, которым мы поворачиваемся. «Эль Мин Хатам». Слово «минха» – любому человеку, молящемуся, знакомо. Это дневная молитва, а так это возношение, по-моему, историю, да? Да, это добровольное приношение. Так называется дневная молитва. «Не обращай внимания на приношение их». «ЛО ХАМОР ЭХАД НИ ОСЛА ОДНОГО МЕГЭМ ОТНИХ НАСАТИ». «Насати» в данном случае буквально поднял, то есть взял. То есть не отнял я ни у кого из них осла. «ВЕЛО ГАРЭОТИ» – здесь корень «РА». Этот корень означает «плохо». «ГАРЭОТИ» – это «сделал плохо я». «Сделал я плохо». «ЭТ ЭХАД МЕГЭМ» – «Адному из них». «Ни одному из них». «Ни одному из них не нанес я вреда». «ВАЁМ ЭРМОШЕ ЭЛЬ КОРАХ» «И сказал Моисей Кораху, «АТА» – «Ты» – «ВЭХОЛЬ АДАТХА». «Ище твое сообщество». «ГЭЮ» – «БУДЬТЕ» – это императив. «БУДЬТЕ». «ЛИГИЁТ» – «ЛИФНЕЙ ГАШЭМ ПРЕД Всевышним». «АТА» – «ВЭГЭМ» – «Ты и они». «ВЭАРОН» – «И АРОН» – «МАХАР» – «ЗАВТРА». «У КЭХУ» – «И ВОЗЬМИТЕ», «ЛАКАХ» – «ИШ» – «ЧЕЛОВЕК» – «МАХТАТО» – «СВОЙ СОВОК». «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК» – «ПУСТЬ ВОЗЬМЁТ СВОЙ СОВОК». «УНТАТЕМ» – «И ДАДИТЕ БУКВАЛЬНО» «И ПОЛОЖИТЕ». «АЛЕГЭМ» – «НАНИХ» – «ТОЕС НА СОВКИ». «КТОРЕТ» – «СЛОВОК ТОРЕТ» – «В СЛОВАРЕ» – «Это БЛАГОВОННОЕ ВОСКУРЕНИЕ». «ЛАДАН ФИНИАМ» – «В ГИКРАВТЕМ» – «И ПРИБЛИСТИСЬ ЛИФНЕЙ АШЕМ ПРЕД БОГОМ». «ИШ» – «ЧЕЛОВЕК» – «МАХТАТО» – «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК» – «СО СВОИМ СОВОЧКОМ». «ХАМИШИМ УМАТАИМ» – «ДВЕСТЕ ПЯДЕСЯТЬ МАХТОТ» – «СОВОЧКОВ». «ВЕАТА ВЕАРОН» – «И ТЫ ИАРОН» – «ИШ МАХТАТО» – «КАЖДЫЙ СО СВОИМ СОВОЧКОМ». «ВАИКХУ ИШ МАХТАТО» – «И ВЗЯЛ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СВОЙ СОВОЧЕК». «ВАИТНУ» – «И ДАЛИ АЛЕГЕМ» – «НА НЕГО», – «НА СВОЧЕК». «ЭЙШ» – «ОГОНЬ» – «Имеется ввиду УГЛИ ТЛЕЮЩИЕ». «ВАЯСИМУ» – «СИМ» – «Это ПОЛОЖИТЬ». «И ПОЛОЖИЛИ АЛЕГЕМ» – «НА НИХ», «КТОРЭТ» – «ВАЯАМДУ». «АМАД» – «Это СТОЯТЬ». «ВАЯАМДУ» – «И ПРЕДСТАЛИ», «И ВСТАЛИ». «ПЭТАХ» – «СЛОВО ПЭТАХ» – «КТО ТА СООБРАЗИТ?» «ВХОДА». «ОТКРЫТЬ», «Ну, КАК ВХОДУ», «ВХОД», «Наверное, да?» «ОТКРЫВАТЬ ЧТОТО». «ОТ ПОТЕЯХ ЭТЬ ЯДЕХА» – «АТКРЫВАЮТ РУКУ СВОЮ». «ПОТЕЯХ» – «ОТКРЫВАЕТ», «ПЭТАХ» – «ЭТАХ» – «ЭТА» – «ТО, ЧТО ТКРЫВАЕТСЯ», «ВРАТА», «ВХОД». «ОГЭЛЬМОЭТ» – «ЭТА ШАТЁР СОБРАНИЕ», «УМОШЕ» – «ВАРОН» – «И МОИСЕЙ СОРОНОМ». «ВАЯКА ГЭЛЬ» – «И СОБРАЛ СВОЮ ВОЙСКО», «СОБРАЛ СВОЮ ГРУПУ», «Как это называется?» «АЛЫГЭМ» – «НАНИХ», «ТОЕС ПРОТИВ НИХ». «КОРАХ» – «ЭТКОЛЬГАЭДА» – «ВСЁ СВОЮ СООБЩЕСТВО». «ЭЛЬ ПЭТАХ ОГЭЛЬМОЭТ» – «КО ВХОДУ ШАТЁР СОБРАНИЕ». «ВАЙЕРА!» «И ПОКАЗАЛОСЬ ИМ КАВОД» – «СЛОВО КАВОД». «КАВОД» – «Ну, тот, кто живет в Израиле, знает, что это уважительное обращение, но, по сути, КАВОД означает почет, уважение, слава. «Я вам поставил половину словаря, есть еще немножко от этого словаря. Сейчас я вам остаток словаря поставлю в чат. Вот так, Ctrl V. Ну, до конца почему-то у меня не получилось, да? Так. Ну, хорошо, я вот повторю немножко. Потому что за один раз весь словарь мне не поставить в чат. Объем чата несколько ограничен. И приятно, что он сам об этом не предупреждает. Я-то думаю, что все у вас перед глазами. Так. Квот Ашем, слава Всевышнего. Эль кольга Эда. Эда, сообщество. То есть ко всему, пред глазами всего сообщества. Ваедабер Ашем Эль Моше. И сказал Бог Моисею Вэль Аарон. И Аарону Леймор говоря. Гиба Дулу. Попробуйте снова догадаться. Это отделитесь, как вот мы были у нас, Авдала или Авдель. Отделитесь. Да, верно. Значит, Анна у нас более активная, я действительно больше рассчитываю на нее, потому что она не первый год занимается, и я могу рассчитывать, в общем-то, на ее знания, поэтому не расстраивайтесь, если у вас не получается так активно участвовать. Гиба Дулу, МИТОХ, тоже это слово было, да, БЕТОХАМ, это в среде. Из среды, из среды. А МИТОХ, это из среды. Га Эда Газот, этого сообщества. Ва АХАЛЕ, ОТАМ. Вот это слово, надо догадаться, что оно означает и откуда оно произошло. Это кто-то кого-то съел, нет? Похоже, близко, но немножко другое значение. Я бы произвел это слово КОЛЬ. А, ПОГЛОТИТ, как там, земля там кого-то поглотить должна была. Да, да, да. То есть ПОКОНЧИТ, ОТАМ, это ИХ, КАРАГА, РЭГА, это МГНОВЕНИЕ, да, ВМГНОВЕНИЕ. ВАЙ ПЛУАЛЬ ПНЕГЭМ, и УПАЛИ НА ЛИЦА ИХ. ПАНИМ, это ЛИЦОМ, и ЛИЦА, ПНЕГЭМ, ЛИЦА ИХ. ВАЙ ОМРУЙ сказали, ЭЛЬ, ЭЛОГЕЙ, АРУХОТ. Слово ЭЛЬ и слово ЭЛОГИМ означает Бог, то есть Бог, Божество, Духов, да. Перевод, наверное, по-моему, там такой, Бог, Духов, Всякой Плоти. ЛЕКОЛЬ БАСАР. Слово БАСАР – это МЯСО и это ПЛОТЬ, да. Что означает это выражение? Догадайтесь сами. Я даю буквальный перевод, да. ГАИШ ЭХАД – один человек. ЕХЭТА – какое слово мы здесь видим? Ошибка, заблуждение, нет, ошибся. ГАИШ – это грех, да. ЧЕЛОВЕК ОДИН СОГРЕШИТ. ВЕАЛЬ КОЛЬ ГАЭДА – и на все общество. ТИКЦОВ, ТИКЦОВ, посмотрите в словаре, ГНЕВАЕШЬСЯ. Ты будешь ГНЕВАЕТСЯ. КЕЦОВ, да, КЕЦОВ тоже интересно. Это вообще вот эти вот АФ – это нос, правильно, и ГНЕВ. А КЕЦОВ, КЕЦОВ – это тоже как бы ГНЕВ, но КЕЦОВ – это еще и ПЕНа, то есть как бы вот говорить с ПЕНой у РТА. МОЖЕТ, да. КАЦОВ – это СМЕТАНА. Ну да. А также СОБАКА ДОВА КАНТАРЭРА. ОНА ЖИВА? Не знаю, у них из РАТАШЕН будет в ЙОМРВЕЙ свадьба дочки, я могу у него спросить. Ага, МАЗЛТОВ, 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 мои поздравления передай. Обязательно. К сожалению, не выберусь. Так, да, кстати, господа, поздравляю вас с РОЖХОДЭШ. Сегодня первый день РОЖХОДЭШ месяца ТАМУЗ, то есть последний день предыдущего месяца, месяца СИВАН. Так, ТИКЦОВ, будешь ГНЕВАТЬСЯ. Первая ТАМУЗА, первая ТАМУЗА. Первая ТАМУЗА завтра вечером начинается. Это день рождения нашего самого маленького, ему 24 года. МАЗЛТОВ, МАЗЛТОВ. И сказал Всевышний Моисеев, говоря, ДАБЕР ЭЛЬ ХАЭДА, говори сообществу. ЛЭЙМОР, говоря, ГАГЕ АЛУ, МИ САВИВ. Вот эти два слова попробуем догадаться. ГАЛУЗА, как подняться тоже, ну, как АЛУ, как подняться. МИ САВИВ. САВИВ это окружение или круг? Вокруг, да. Вокруг, да. САВИВ, да. Волчок, ЮЛА, который запускают, крутят, да. САВИВ вокруг. Значит, поднимитесь от вокруг ЛА-МИШКАН-КОРАХ, жилище Кораха, ДАТАН ВА-АВИРАМ и этих двух товарищей. ВА-ЯКАМ-МОШЕЙ, ВА-ЯКАМ-МОШЕЙ, ВА-ЯЛЫХ, и пошел ЭЛЬ-ДАТАН, ВА-АВИРАМ, к ДАТАНУ-АВИРАМУ. ВА-ЯЛХУ, АХАРАВИ, пошли за ним, АХАРАЙ, после АХАРАВ, после него, за ним. ЗИКНЕЙ, ЗАКЕН, это пожилой человек. Старец пожил, да. Старейшина. Старейшина Израиля, совершенно верно. Так, ну, я вижу, мы время свое исчерпали, тем не менее, вот еще две фразы я вам скажу. ВАЙДАБЕР ЭЛЬ ГАЭДАЛЕЙМОР, и сказал, сообщество говоря, СУРУ, словарь дает, АТДЕЛИТЕСЬ, АТДАЛИТЕСЬ, НА, пожалуйста, МЕАЛЬ, ОТ НА, то есть подальше, ОГОЛЕЙ, ШАТРЫ, ГААНАШИМ, ЛЮДЕЙ, ГААРШАИМ, РАША, это грешник, АРШАИМ, ГАЭЙЛЕ, от грешных людей этих, АЭЛЕ, ВЕАЛЬ ТИГУ, ЛАГААТ, НОГЕЯ, прикасаться и не прикасайтесь, БЕХОЛЬ АШЕР ЛАХЭМ, ко всему, что у них, ко всему их имуществу. ПЕН, замечательное слово, чтобы не. ТИСАФУ, что нам дает словарь, тоже некоторое слово интересное, да, АЛЬТИГАБИ, САФА, погибнуть, погубить. ЧТОБЫ НЕ ПОГИБНУТЬ, да, ЧТОБЫ ВЫ НЕ ПОГИБЛИ, БЕХОЛЬ ХАТОТАМ, ИЗО ВСЕХ ИХ, вот слово, снова это слово, ХЭТ, ГРЕХ, ПРОМАХ, И ГРЕХОВ ИХ. ВАЕАЛУ, И ПОДНЯЛИСЬ, АЛЬ, вот оно корень, МЕАЛЬ МИШКАН КОРАХ, ОТ ЖИЛИЩЕ КОРАХА, ДАТАН ВАЯВИРАМ, МИ САВИВ ВОКРУГ, ВЕДАТАН ВАЯВИРАМ, АДАТАН САВИРАМАМ, ИЯЦУ, ВЫШЛИ, НИЦАВИМ, И ПРЕДСТАЛИ, ПЕТАХ, это ВХОД, ОГОЛЕЙ ХЭМ, ОГЭЛЬ ШАТЁР, ОГОЛЕЙ ХЭМ, ШАТРОВ ИХ. УН ШЕЙХЭМ, от слова НАШИМ, НАШИМ это ЖЕНЫ, И ЖЕНЫ ИХ, УВНЕЙХЭМ, И ИХ СЫНОВЯ от слова БЕН, СЫН, ВЕТАПАМ, ТАФ, это МЛАДЕНЦЫ, И МЛАДЕНЦЫ ИХ. Что было дальше, вы прочитаете, и я надеюсь, уже прочитали, а кто нет, как раз на этой неделе в Диаспоре читаю главу Корах, да, я надеюсь, я вас заинтриговал. Вот. Можете воспользоваться словарем, который я вам поставил на нашу группу в Телеграме, да, и во всяком случае, я надеюсь, знания эти вам как-то помогут при слушании и чтении Торы, да, и при слежении по тексту. Спасибо. Вопросы, пожалуйста, товарищи. Технические вопросы к Натану. То есть, как выйти вопросы ко мне? Я хотел сказать буквально два слова, что, наверное, с точки зрения людей, которые... Вопросы и по словам. Да-да. Что? А можно не по словам вопрос? Да, пожалуйста. Да, давайте. У меня вот всегда был такой вопрос. Откуда они в пустыне, вот эти вот люди, 250 человек, дали совки? То есть, получается, что они каким-то образом готовились к этому? Откуда у них совки, действительно, не очень понятно. Мы разбирали, вколили этот вопрос, и, честно говоря, преподаватель сам не знал, что ответить. Вот. У меня было предположение, что это те совки, которые использовались, извините, для туалета. Да. Есть такая митцва, что если надо это сделать, то выйдите за пределы стана и там покопаете, то есть, закройте сверху. Но, вроде бы, это именно совок для воскурения, и вряд ли то, что использовалось за такой низменной цели, да, было бы использовано для цели святой. Но, вот, действительно, непонятно. Совки – это принадлежность мешкана, даже не левитов и не коэнов, а именно в мешкане они использовались. А тут речь идет не только о левитах, но и о членах колена Реувена, у которых, в общем, которые к мешкану отношения имели не больше, чем другие колена. Как-то, к сожалению, здесь не отвечу. Ну, посмотрите, вот по ссылке, которую я вам дал, там много интересных комментариев есть, можете... Да, вот такой еще вопрос. Такой еще вопрос. Машель обращается к короху «Сыны Леви». Ну, там, похоже, из «Сыны Леви» только один корох, все остальные. По тексту это... Простите, что-то не расслышал, еще раз. Да, плохой интернет. Да, звук пропадает, звук пропадает. Судя, пойдем. Ну, ладно, я потом тогда напишу. В чате, либо напрямую, либо напрямую... Можно в чате, можно в Телеграме, можно мне напрямую, да. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Так, Натан что-то тоже хотел сказать, да? Я хотел сказать, не знаю, насколько это актуально для участников, но как бы интересно, что, скажем, у людей, которые, ну, скажем, настолько в иврите, как я, да, вот, но практически через каждые пару слов тут же всплывают ассоциации с современным ивритом и с тем, что на самом деле на слуху. И это, как бы, когда читаешь, что вот это, как бы, все время идет параллельно, вот, все время идет параллельно, вот, эти аллитерации с современным смыслом и так дальше. Это, конечно, это поразительно. Да, 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 и в этом есть большая польза, надо сказать. Да, да, да. Если это, как бы, интересно, я могу время от времени вставлять и говорить, потому что вообще, конечно, поразительно, насколько в современном иврите, вот, задействована, задействована лексика. атероидальное. А что же делать? Так оно и есть. Ну, понятно, да, окей. Это наше все, да. Бен Иуда это не отрицал. И я считаю, что это было бы очень полезно. Некоторые ассоциации я привожу, вот, но две головы лучше. Нет проблем. Хорошо, благодарю вас. И тогда до встречи. Надеюсь, через неделю, да? Да. Окей, всем счастливого. До свидания. Всем спасибо. До свидания. Если наш коз может быть интересен каким-то вашим знакомым, приводите их. Окей. Всего доброго, счастливого. Пока.